МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, давайте начну, как говорится, по порядку. 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция, ну, как бы ждал-ждал, повестка не приходила долгое время. Потом поступило предложение, как раз от БАРСа, это БВА Армейский резерв страны, пойти добровольцем. Кочется добровольца? Я, да, почему нет, согласился. И мы в составе ребят выдвинулись в город Номочеркасск, законтрактовались там с войсковой частью, и уже в октябре месяце, отставить в ноябре месяце, мы уже выдвинулись в зону специальной военной операции. По распределению я попал в сводную казачью бригаду ДОН в подразделении Листынь, батальон Листынь. В подразделение я попал в распределение, опять же, артиллерия. Она мне как бы близка. И начали служить. Контракт отслужил добросовестно, за что сводная казачья бригада ДОН наградила медалью к ордену за слугу предотечеством второй степени. После возвращения с СВО, конечно, отдохнул, хотел на второй контракт уже зайти, но поступило предложение поработать в Государственном фонде защитника Отечества. Я как бы все взвесил и сказал, да, я буду помогать ребятам здесь в Тулу, будем ждать возвращения наших героев, бойцов всячески. Так что вот сейчас вот на данный момент заместитель руководителя по общественным проектам Государственного фонда защитники Отечества. Как бы нисколечко не жалею, что здесь работаю. Мы всячески помогаем нашим ребятам, также юридической помощью, психологической помощью, помощь в трудоустройстве, мер социальной поддержки ребятам предоставляется. То есть как бы фонд это все оказывает, но в полном объеме. А где вы служили гражданской? Ну вы же получается где-то в обычный период служили, что вы стали в резервистах Барса? Ну как бы да. В 2005 году я закончил Коломенский артиллерийский университет, и с этого момента я стоял в резерве. А в каком звании вы пришли на СВО? Ну там дело в том, что у нас мы добровольское формирование, там воинских званий у нас нет, все добровольцы уже непосредственно там, на боевых позициях распределяются, кто будет командир о роде, кто наводчик, кто командир роты, кто командир взвода. То есть непосредственно уже там, при боевом слаживании. Когда у нас был, проходили боевое слаживание, то есть там уже должности распределялись. А вы в какую должность? Я был в артиллерии, я сначала был наводчиком, потом контракт заканчивали, мы занимали их должности. То есть уже опыт у нас есть боевой, то есть ребята увольняются, и я стал командиром орудия. 120-мм миномета. В чем заключалось ваша служба, что вы должны были делать? Мы работали по системе качающего миномета. То есть командир определяет тактику, как мы должны воевать. Допустим, пришла у нас координата по цели, мы двигаемся за данный квадрат, выставляем миномет, отрабатываем по данной цели, быстренько, скоропостижно уезжаем оттуда. У них же также работает контрбатарейная борьба, чтобы нас не засекли, потому что уже, я вам скажу по личному опыту, через 7 минут летит обратно. То есть надо быстро приехать, скорректироваться, отстреляться, и уехать незамеченно в то же время. Так что в тот же момент, там и птички, и дроны летают, то есть как бы все это скрыто. Говоря миномет, мы имеем в виду, ну то есть это небольшое... Плита. Нет, это плита, тренога и труба. И труба из трех составляющих. А вы как вот, когда пришли, были наводчиком, что-то вы на себе переносили из этой всей? Дело в том, что, понимаете, вопрос какой. Это война. Там нет кто-то тащит плиту, кто-то трубу, нет. Мы один склаженный коллектив, каждый друг другу, как говорится, одна большая команда. Там нет, а привык кто-то, что... Что? Раз, машина пришла, кто-то снаряд тащит, кто-то миномет вытаскивает там, и все. То есть бывая большая команда. Все у нас слаженно было. Мы как бы с полуслова друг друга понимали. То есть это война. Когда приехали туда, что там было по внутренним ощущениям? То есть когда увидели все это, когда где-то там громыхает, не с экранов телевизоров? Да, я потерялся за три дня. Да, то есть я за три дня. Ну, кто как, как говорится, привыкает к войне, все по-разному, все какая-то психологическая подготовка. Ну, мне хватило древней. Ну, а как вот, что повлияло? Что помогло, может быть? Первая птичка через три дня прилетела. Сброс был. То есть как бы и тут уже все. Тут уже мозги встали на место конкретно. И уже точно было понятнее, что делать, как делать и тому подобное. Все-таки вы служили с людьми, которые уже у них был опыт там нахождения. Вы говорили, контракты стекали. Они какие-то советы вам давали? Не в плане там, да, вот там по обращению с мемометом и так далее, а в плане, может быть, по жизни на этой войне. Ну, как бы была такая одна большая поковорка. Стоишь 200, присел 300, а прилег, оно и хорошо. Они не попали, как бы так. Услышал свист, гул, прилег сразу, потому что птичек очень много. Птичек очень много, в небе очень много птичек. То есть одним, если идешь, когда, допустим, одним глазом на землю, чтобы не наступить на всякие растяжки лягушки, а вторым глазом в небе слушаешь, да. И так ты передвигаешься. Снаряжение всего остального. Все с собой выдавали на месте? Нет. Я с собой взял, ну, зубную пасту, щетку такой вот, элементарно личной средств гигиены. Нет. Там все мне выдали. И спальники, два комплекта обмундирований, берцы зимние, летние, спальный мешок. То есть там все. Носки, трусы, шапки, балаклавы. То есть все. И мы тем более служили, как бы это было херсонское направление, там зима особо нету. Там как бы с марта по декабрь комары, тепло, ну да, вот. А зима наступает, там зимы толком нету. В январе ноль, и с морем холодный ветер дует. Нам как бы комбезы специально давали, вот такие непродуваемые, хорошие. Гуманитарка приходит, допустим, также гуманитарная помощь, она постоянно приходит, все в достатке тушенка, там, крупы, сладости, варенье приходило. Все письма эти, вот, от детей письма приходило. Очень много приходило, то есть постоянно. То есть у меня стена, ну, как в штабе стена такая была, вся увешана была детскими письмами. То есть одну даже я с собой, которая так меня очень затронула, я даже с собой его обратно привез. Вот. Все никак не могу найти, кто же мне его написал. А что это было за письмо? Ну, письмо обращение, то, что спасибо, конечно, то, что защищаете наше отечество. И были слова, скажем, про тех людей, которые убежали. То есть, как бы, так, она их обозвала велосипедистами. Вот, я говорю, ну, прям, оно меня затронуло. Спасибо. А вот, да, про других бойцов расскажите, да, как бы, были ли у них такие, там, письма-талисманы, может быть, какие-то вещи, да? Да, 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 да. У меня, допустим, командир подразделения, позывной медведь был, у него был мишка-талисман. Да, мишка, прям, вот, реально, мишка-талисман. Кто-то, допустим, приехал из дома, вот, с юга у меня со мной тоже малый служил, у него орех с собой был. Ну, орех, обычно орехов, то есть он с ним постоянно ходил. То есть были какие-то, конечно, талисманы, какие-то там фотографии, там, близко, там, всегда в кармане. Обязательно икона должна быть, это обязательно была, живые помощи при себе. Артиллерия, она все-таки не на передовой, она чуть дальше основного, да. Но в вашу сторону, вот вы говорите, что уже и по опыту, что через 7 минут летит обратно. То есть было ли встреча, скажем так, с противником, да, то с огнем противника, или с противником тоже было? Не, ну, понимаете-то, в обратку летит все. От Градов 155-й калибр, натовского производства 152-й калибр, летит как бы все. В обратку летит все. Только успевай, встал, упал, встал, упал. Если свист слышь, значит, пролетело. А ранения какие-то получили? Да нет, слава богу, только контузило. Чуть-чуть контузило, а так слава богу. А вот расскажите немного про это, да, как вот это получилось? Ну, опять же, пришла как бы координат по цели, выдвинулись в заданный квадрат, разложились, и птичка нас как бы скорректировалась, увидела, что мы как бы начинали, и начал по нам работать гаубицы-три семерки. Как бы все обозвали три топора. Вот, я как бы этот звук я никогда не забуду. То есть там даже не то, что с земля ходуном заходила, там деревья плясать начали. То есть там прилет был такой хороший. Ну, ничего. Как говорится, голова зашумела. Ну, ничего. С божьей помощью. Нормально. А вот расскажите немного про быт. То есть, как говорится, война войной. А вот как обычно быт солдата проходил там? Да, в принципе, жаловаться мне не очень. Во-первых, это война, как бы, на что жаловаться. А так у нас, в принципе, и все было. То есть, как бы, блиндажи, да, покушать у нас всегда было. И БК у нас в порядке. Мин у меня хватало. Вообще только за здрасте. Жаловаться не на что, честно. То есть, как бы, и обмандирование все было. То есть, техника, подвоз все. Пожалуйста, боеприпас. Только воюйте. Ну, а, скажем так, элементарные удобства, вроде душа, бани, вот это все? Ну, это как бы, нет. Проблем в этом тоже не было. Если мы, если души, мы, как бы, летом, так, пожалуйста, под открытым небом. Пару ведер себе нагрел. И вполне достаточно. Если, допустим, когда было в задание, приезжаешь сюда, вглубь деревни, то там у нас там можно душу было принять. Все есть у нас. То есть, там было все предусмотрено. Жаловаться не на что. А с местными жителями вы получалось ли поговорить с ними, да, и о чем, и как? Да, да, конечно. Они, как бы, допустим, мы... Приходила, допустим, она к нам гуманитарка, мы их звали. То есть, и гуманитарка своей делились. То есть, в деревне, вот где мы находились, там все, в принципе, жило 4 человека. Вот из местных. Ну, там уже было пожилого возраста. Они уже говорят, мы никуда не... Чисто без здоровья уже никуда не можем поехать. И они, как бы, там жили. Мы делились своей гуманитаркой. То есть, нормально будет. Быстрее бы мирка. Быстрее бы война закончилась. Тоже мир и все хотят. То есть, устали от всего этого. Вот да, тогда хотелось бы немножечко затронуть психологическую помощь. Да, много ли ребят обращаются? Но сильно ли повлияло на них то, что было с ними? Ну, вы сами поймите то, что, допустим, грубо говоря, участник СВО, даже не то, что участник СВО, любого человека сказать, сходи к психологу. Ну, это... То есть, да, совершенно верно. Вот. Не каждый желающий. Мы, как бы, всячески способствуем этому, чтобы они посетили в фонде нашего клинического психолога. Это реально клинический психолог, который с высшим образованием ребят помогает. Сначала, да, тяжело, но потом, после первого посещения, ребята ходят, теперь у нас их постоянно, также члены семей, в том числе члены семьи погибших. То есть, постоянно приходят, у нас записываются и посещают клинического психолога. Допустим, также у нас есть реабилитационный центр «Сосновый бор» в Солочи, где наши ребята, участники СВО, могут пройти курс оздоровления вместе с членами своих семей. То есть, не то, что когда боец пришел, социализируется сам, а также социализируется вместе с ним его семья. Потому что, как бы, и ей тоже надо, семье привыкнуть надо, и ему надо привыкнуть к мирной жизни. Вот. Там непосредственно сработают также психологи. Я там лично тоже сам отдыхал с супругой. Вот. На 14 дней я заезжал, и тоже так же работают. И там работают психологи. И так ребята оздоравливаются. Бассейн, тренажерный зал. То, что так. Вот уроки мужества вы говорите, проводите. Что рассказываете ребятам, о чем вам рассказывать? Мы проводим урок мужества не только, мы проводим урок мужества, допустим, в школах, в СУЗах, в ВУЗах, в патриотических каких-то организациях. Прихожу я, со мной еще ребят, участники СВО, рассказывают про себя, как мы попали в зону СВО, проведения операции, как служили, чем питались, где жили. То есть ребятам это интересно. Вспоминаем, также вспоминаем, напущен, наших погибших, к сожалению, бойцов. Прививаем, развиваем у них любовь, опять же, к патриотизму. Ну, так, в основном, вот что, патриотическое воспитание молодежи, это как будто по моей ветке, укавечивание памяти погибших и вовлечение ветеранов, участников СВО в паралимпийское движение. У нас-то ребята занимаются там стрельбой из лука, стендовой стрельбой, пауэрлифтингом, кто настольным теннисом. Сейчас вот мы подписали соглашение с Федерацией по спортивному метанию ножа. Вот два соревнования у нас было, областные и российские. Наши ребята из пяти регионов четыре медали взяли. Ездили с ребятами, ездили вот так недавно в Калугу на Кубок защитников отечества. Тоже мы привезли три медали из двадцати девяти регионов. Три медали. Вот ребята у нас завоевали. Так что развиваемся. Уважаемые рязанцы, поздравляю всех от души. От фонда защитники отечества, от ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Хочу поздравить с днем Великой Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова